здравствуйте дорогие мои это снова канал заметки нумизмата у меня сегодня в гостях роман и он расскажет о монетах раннего арабского халифата здравствуйте нам здравствуйте добрый день уважаемые зрители все кто смотрит наш канал сегодня я расскажу вам о монетах очень интересного периода о монетах когда только-только зародился арабский халифат на мой взгляд самое увлекательное в античных и средневековых монетах их вовлеченность в те или иные исторические события способность подтверждать письменные источники понятно что любые летописи искажаются в угоду политической ситуации или при последующем копирование или в соответствии со взглядами того историк от летописца церковного деятеля который это копирование дьявол монеты как источник информации существенно более объективны какие же иллюстрации к истории наиболее интересны наверное те которые связаны с эпохальными событиями с такими которые существенно изменили нашу цивилизацию вот например как выглядит зарождение ислама с точки зрения монетного чекана на территории сирии в начале седьмого века почти все побережье сирий земного моря принадлежит византии и кладовые комплексы на территории сирии палестины в основном состоят из фолисов византийских императоров мобрики и тиберия фоки и раклия к 600 сороковым годам эти массивные нелишенные свою своеобразной грубоватой красоты монеты сменяют странные криво кособойки кусочки металла подражание византийским фолисом и раклия и затем константа второго эти земли завоевал праведный халифат совсем еще молодое не всеми признанно теократическое государство на тот момент с его возникновения не прошло еще десяти лет ведомые сначала пророком мохаммедом а затем его ближайшими соратниками праведными халифами абу бакрам и умар ибн али хаттабом арабы с ошеломляющей скоростью покорили сирию палестину можно предположить что госструктуры отвечающие за чеканку денег на тот момент находились в стадии формирования отсюда такой примитивизм и разнообразие штемпелей также интересно что дизайн этих монет фактически копирует дизайн византийских монет того периода а надписи на них часто представляют из себя на бессмысленный набор букв или даже просто наклонных палочек а раб резчик этих штемпелей не знал латиницу и принимал надписи на копируем образце просто за декоративное оформление ну и никаких упоминаний о праведном халифате никаких имен правителей на монетах тоже нет ну может быть так сказалось безразличие праведных халифов к славе или это была вынужденная мера предпринятая для того чтобы население больше доверяла новым деньгам ну или просто чеканка монет не было для вот этого вот государства в стадии становления приоритетным вопросом 661 году власть в арабском халифате переходит в династии амиядов наследственное правление амиядских халифов приходит на смену теократии праведного халифата для централизации государства была восстановлена почтовая служба создана центральная казна и государственный архив диван аль-хаким заметно укрепление госструктур и по монетам в 680-е годы чекан дизайн качества чекана монет уже получше вот например медичок и мессы заметно что власти столкнулись с проблемой разнородного населения на своих землях легенда на монете дублирована на двух языках на аверсе по-гречески написано колонн годный и по-арабски би химс в химсе это арабское название мессы а на реверсе монеты и месса и внизу по-арабски тайп то есть тоже годный также на монетке пока нет отсылок к исламу и это все еще подражание хотя она уже не простое копирование а а скорее выполнено по мотивам в качестве прототип аверса выбран золотой солид констанца второго ну и наконец к 700 годам возникает классический самобытный дизайн исламских монет тонкие без изображения людей с калимой это символ веры такой дизайн с некоторыми вариациями использовался в исламском мире больше 500 лет в заключение хочу сказать что вопрос датировки рабоизантийских подражаний все еще является дискуссионным и требует дальнейшего исследования ну если вам понравился наш рассказ подписывайтесь на канал заметки нумизмата оставляйте комментарии ставьте лайки мы всегда рады сотрудничать с вами